Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Как Сочи встретит иностранных гостей. Глава города осмотрел основные маршруты саммита Россия-Африка. Вместо частного дома гостиница с верандой в Адлере демонтируют очередной самострой. Рабочие руки заменил автомат. Котельная в селе Черешня стала экологичной и круглогодичной. Адлерские ребята отличились в копилке Сочи золотой бронза всероссийского турнира по вольной борьбе. На главной пешеходной аллее Сочи улицы Новогинской не хватает зон для активного отдыха. В парке Ривьера нуждаются в обновлении ветхие здания, аттракционные скульптуры. К такому выводу пришел мэр Алексей Копайгородский, который проинспектировал две визитные карточки главного курорта страны. Что еще добавить? Какие мысли есть? Спортивных площадок побольше. Вот, видишь, Иванович, то, о чем мы говорили. Да, особенно тут в центре. Нам той, которой на морвокзале мало. Эти пожелания мэр Алексей Копайгородский обещал учесть. Согласился, что зон для активного отдыха на Новогинской действительно не хватает. Дано поручение привести к единому стилю и оформлению торговых точек. Сопровождающему градоначальника главе Центрального района Александру Белозерову также поручено представить проект обновленной иллюминации. Надо посмотреть проект именно ночной иллюминации. Круглые композиции какие-то, может быть, с названием, еще с какой-то тематикой, чтобы они круглогодичные были. Неприятно удивило мэра асфальтовое покрытие на проезжей части улицы Новогинская. А на остановке общественного транспорта на улице Горького глава города поручил заменить тактильную тротуарную плитку. Там же Алексею Копайгородскому доложили о сложной обстановке вокруг самого вокзала. Постоянно автомобильные заторы из-за отсутствия парковки и машины останавливаются и высаживают пассажиров прямо на проезжей части. Большую территорию занимают павильоны с зонами досмотра. Очень кратко всю проблематику изложить и подготовимся к совещанию совместно с представителями СРЖД и все те, кто заинтересован, все отраслевики, все ответственные люди за вот эту повестку прямо расшить ее, посмотреть, где должны останавливаться. Обязательно проговорить с ГИБДД, что у них, какие позиции по этому вопросу. Нужно сделать так, чтобы было удобно горожанам, гостям, приезжающим сюда. Также Алексей Копайгородский проинспектировал городской парк Ривьера. Одна из первостепенных задач, которые стоят перед городом – восстановление и сохранение всего паркового хозяйства Сочи. По мнению мэра, первым делом необходимо провести полную инвентаризацию всех объектов, расположенных на территории городских парков, обновить старые аттракционы, привести в порядок скульптурные композиции, а также принять меры к восстановлению зеленых насаждений. Приводим все в соответствие и архитектуру разрабатывать единостей. И потом определяем позоны всем и будем перекрывать парк для восстановления. Перекрываем частями, чтобы не ограничивать жителей, нашим уважаемым, чтобы они сюда ходили и отдохнуть. Люди приходят сюда посмотреть на природу, отдохнуть, но никак не посмотреть на то, что мы видели сейчас. Особое внимание будет уделено тому, на каком основании возникло право собственности на объекты недвижимости, расположенные на границах парка. Здания, находящиеся в оперативном управлении города, также требуют реконструкции, отметил мэр. Наиболее остро в парке обстоят дела с выставочным комплексом, который находится в аварийном состоянии. Департаменту архитектуры, градостроительства и благоустройства Алексей Копайгородский поручил в кратчайшие сроки разработать единую концепцию развития парка с сохранением всего историко-культурного наследия и ботанического фонда. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Аэропорт Сочи за 9 месяцев этого года обслужил 5,5 миллионов пассажиров. Это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. Объем обработанных грузов и почты тоже вырос – почти 3,5 тонны. Наиболее востребованными маршрутами по внутренним направлениям в Сочи стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. В топ-5 самых популярных международных направлений вошли Тель-Авив, Ереван, Стамбул, Минск и Ташкент. Сочи готовится к предстоящему саммиту «Россия-Африка». Накануне глава города Алексей Копайгородский проехал на автобусе по так называемому «гостевому маршруту». Он пролегает от центра курорта до Эмеретинской низменности и Красной поляны. В рейде принимали участие руководители всех курирующих управлений города, главы районов, представители РЖД, федеральных дорожных структур. Именно в адрес дорожников было больше всего замечаний. Где-то столб требует покраски, где-то необходимо заменить разбитую часть шумозащитного экрана. Не везде покошена трава, а некоторые автобусные остановки требуют тщательной влажной уборки. Вопросы будут к нам. Мы принимающая сторона. Поэтому никто не спросит. Муниципальная, краевая. Люди видят одно. Они видят Сочи. Сочи – это кто? Это власть. Это мы. Все вопросы будут к нам и к губернатору. Как мы подготовились к приему больших гостей. Обратил внимание глава города и на состояние некоторых частных домов. Многие дворы захламлены. Есть заборы, требующие ремонта. Алексей Копайгородский потребовал привести все в порядок. Впереди имиджевое для страны мероприятие. В Сочи приедут более 45 глав государств, которых будут сопровождать руководители крупных компаний. Помимо деловой части, для участников форума «Россия-Африка» запланирована большая культурная и экскурсионная программа. А завершающей точкой объезда стали главные железнодорожные ворота курорта. Там прошло совещание с участием представителей РЖД. Алексею Копайгородскому поступило много жалоб на отсутствие у вокзала парковки. Исправить ситуацию можно было бы, убрав досмотровые павильоны. Я попрошу рабочую группу на постоянной основе создать и каждый день двигаться шаг за шагом к решению, чтобы мы эту дематику сделали. Это очень нужно для города, потому что город должен дышать транспортная логистика, загрузка, ну и сам факт. РЖД-вокзал и без привокзальной площади. Такого никогда не будет. В рабочую группу войдут представители РЖД и городского управления автомобильных дорог. Как заявил мэр, ситуация на площади перед ЖД-вокзалом Сочи должна измениться уже в следующем году. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Очередной незаконный дом в Сочи под контролем судебных приставов. На улице Хуторской собственник добровольно приступил к демонтажу лишних этажей. По закону на земле, предназначенной под ИЖС, разрешено строительство максимум трехэтажного частного дома. Но собственник решил надстроить еще один этаж, сделать зону отдыха под крышей и предоставлять здесь гостиничные услуги. Лишние два этажа хотел узаконить через суд, но получил отказ. И теперь ему предстоит разобрать все, что построил не по закону. Кровлю, нанятой собственником, работники уже сняли. Впереди самая пыльная работа. Чтобы снести саму крышу и четвертый этаж, нужна спецтехника. Она должна зайти сюда в ближайшее время. Служба судебных приставов будет производить контроль данного сноса. В сроке должник должен произвести снос в течение двух месяцев. Если должник не произведет снос добровольно, как он по соглашению с администрацией, то будет принудительная мера. То есть уже администрация через подрядчиков будет сносить третью организацию данный объект сноса. И должнику будет предъявлен иск о взыскании всех расходов по поводу сноса. В этом году в поселке Мирный и в ближайших окружностях было снесено уже 12 многоквартирных домов. На улице Хуторской это третий дом, который в этом году сносится. Все они изначально строились как индивидуальные жилые дома. А по факту вырастали до шести этажей. В большинстве случаев собственники демонтируют строение самостоятельно. Иначе по закону они могут лишиться и земельного участка под своим самостроем. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи увеличено финансирование на покупку жилья для детей-сирот. К 50 миллионам рублей, поступившим из бюджета Краснодарского края, из муниципального бюджета выделено дополнительно больше 13 миллионов. Таким образом, общая сумма на приобретение квартиры составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей на одного очередника. В прошлом году за счет субвенции Краснодарского края для детей-сирот Сочи было приобретено 19 квартир. До конца этого года планируется приобрести еще 37. В Краснодаре стартовали 25-е Кирилло-Мефодиевские чтения. Тема этого года – Великая Победа, Наследие и Наследники. В зале собрались около тысячи педагогов и представителей духовенства со всего края. Участников образовательных чтений поприветствовали глава региона Вениамин Кондратьев и митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Губернатор отметил, что только вчера край отпраздновал 76-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. И именно вера и сила духа помогли нашим дедам и прадедам защитить свою малую родину и выстоять в войне. Наши деды и прадеды, которые эту великую победу завоевали, обладали самым сильным оружием в мире. Задумайтесь, начало войны, современнейшая по тем меркам фашистская армия – танки. Самые лучшие обрусцы вооружения и Советский Союз, только создавшийся самым главным оружием нашего народа, является, конечно же, сила духа. Сила духа, которая до сих пор непонятна ни одному другому народу в мире. Сила духа. И вот важно, чтобы сегодня у наследников Великой Победы вот эта самая сила духа тоже была. Можно силу-то в залах накачать и в тренажерных, и на стадионах. А если не будет духа, зачем эта сила нужна? В следующем году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Вот почему так важна эта тема – Великая Победа наследия и наследники. Ведь побеждают в конечном счете не оружие, не технологии, не экономическая мощь, а сила духа. Впервые в этом году в кубанских школах ввели час духовности. Занятия проводят педагоги совместно со священниками. Подобные уроки практикуют пока в 124 образовательных учреждениях края. Важно мнение каждого. В Сочи завершается голосование за присвоение курорту звания «Город воинской славы». С предложением о присвоении Сочи звания «Город воинской славы» выступило Российское военно-историческое общество. Голосование запустили в середине августа на сайте администрации города. Вклад Сочи в победу в Великой Отечественной войне неоценим, считают активисты военно-исторического общества. И это не только роль Сочи, как города-госпиталя, где в строй удалось вернуть около 400 тысяч раненых солдат. Здесь, на перевалах главного Кавказского хребта, проходило одно из крупнейших сражений Великой Отечественной. Войны знаменитой 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псяшха и Аишха. С августа по декабрь 1942-го там велись крупномасштабные сражения. Те документы, которые сейчас появились в наличии, говорят о том, что город воевал. В город с оккупированных территорий Краснодарского края эвакуировалось краевое руководство в лице второго секторя Бочкова. Ему было поручено возглавить комитет обороны города Сочи, который территориально вышел на границу фронта, на линию фронта. 20-я горно-стрелковая дивизия, которая воевала на этих перевалах, она же не в безвоздушном пространстве была. Соответственно, ей оказала помощь город Сочинцы, и это были и проводники войсковых частей, партизанские отряды, которые планировались здесь. Это все комитет обороны города Сочи. Быть ли Сочи городом воинской славы решат сочинцы и все желающие граждане России. Голосование закончится 14 октября. Оно проходит на сайте мэрии курорта в разделе «Важная информация». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 11 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем 20-22 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 21. Котельная в селе Черешня стала экологичной и круглогодичной. Теперь благодаря реконструкции вместо твердого топлива используется природный газ. А руки рабочих заменил автомат. Подробности у Татьяны Говорковой. Раньше горячая вода в школе была исключительно зимой. А теперь ею смогут пользоваться круглый год. Это стало возможно благодаря реконструкции котельной. Через него выскочим здесь. Две свечи собираются вот здесь. Я понял. В кучу. В прежние годы здесь рабочие собирали уголь в кучу и закидывали его в печь. Теперь труд людей будет не нужен. Все котлы автоматизированы. А в качестве топлива – природный газ. Плюсов много, экологично и экономически выгодно. Затраты на газ в разы меньше, чем на твердое топливо. И в школе всегда будет тепло. Котлы, которые сейчас установлены, они установлены на перспективу. Так как в 2020 году планируется строительство спортивного зала. Поэтому наши дети будут заниматься в тепле. Там предусмотрены тоже душевые кабины. То есть и плюс горячая вода. В котлы встроены датчики, которые контролируют температурный режим. В случае похолодания они автоматически будут увеличивать градус в школьных батареях. А если потеплее, то, соответственно, его понижать или вовсе отключаться. Всего в Адлерском тепловом районе 16 котельный. 15 котельный уже готовы к отопительному сезону. Эта котельная сейчас доделывается. Сейчас идет обвязка котельной тепломеханическим оборудованием. Проводится газопровод к котлам. Я думаю, что до конца следующей недели мы закончим монтажные работы. Запустят котельную как раз к началу отопительного сезона. Кстати, в Адлерском районе к нему уже подготовились. Здесь были заменены все ветхие тепловые сети. В общей сложности больше километра. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Отказ от отпуска, развлечения и медицины. Эксперты Национальной академии финансовых исследований выяснили, на чем больше всего экономят жители России. При нехватке денег россияне в первую очередь снижают траты на отдых, развлечения и медицину. Такие результаты получены в ходе социологического исследования среди людей старше 18 лет в 52 регионах России, сообщает ТАСС. Об отказе от отпусков рассказали 46% опрошенных. 29% участников соцопроса отказываются ради экономии от культурных развлечений, посещения кино и театров. 27% экономят на лечении и здоровье. Как отмечается в исследовании, число россиян, готовых урезать свои траты на медицину, с 2015 года выросло на 5%. Отказаться ради экономии от поездок к родственникам и друзьям готовы 24% россиян. Покупка необходимой одежды и обуви внесена в разряд транжирства при сложной финансовой ситуации у каждого пятого респондента. 18% опрошенных готовы сэкономить на действительно необходимых семье предметах домашнего обихода. Также за последние 4 года в России увеличилось число людей, готовых экономить на образовании для себя и своих детей. Если в 2015 году о таком способе сохранения денег говорили 6% россиян, то сейчас уже 10,9% соответственно. Парк Южной культуры передан под управление Кавказскому заповеднику. Такое решение было принято Министерством природных ресурсов и экологии. В апреле по распоряжению Минприроды Кавказский заповедник взял под свое крыло заказник Приазовский. Южная культура – второй объект, который передан заповеднику от Сочинского национального парка. Планы по улучшению инфраструктуры и увеличению посещаемости уже намечены. Мы приняли решение, будем делать это, восстанавливать то, что было 100 лет назад. То есть мы бы хотели сделать парк, который был бы на уровне 1910-15 года. То есть такие же беседки, то есть такие же, образно говоря, тропинки, дорожки. Все в стиле того, как это было много лет назад. Но мы не собираемся делать это самовольно. Выбрать эмблему, визитную карточку парка, а также высказать свое мнение сможет и общественность путем голосования. Также сотрудники заповедника намерены привлекать архитекторов из Сочи и не только для того, чтобы по архивным данным восстановить первоначальную инфраструктуру. Помимо этого будут изменены входные группы. Существующая сегодня дендрологическая коллекция будет сохранена, но и не исключено, что будет только пополняться новыми растениями. Южная культура – один из старейших парков на Черноморском побережье. Был основан в 1910-1911 годах. Сегодня его площадь около 20 гектаров. Посетители не перестают им восхищаться. Приятная, умиротворяющая атмосфера. Прям нервы успокоены. Мы были в разных парках. И за рубежом, и здесь. Но этот парк, он какой-то свой. Очень сердечный, родной, душевный, приятный. Может быть, даже немножко с ностальгией какой-то. И даже сравнивая с дендрарием, этот парк – место уединения. Отлично, что парк, он как бы не плоский, а вот именно какими-то террасами интересными, что ландшафт тоже играет тут, не только растения. Директор Кавказского заповедника уверен, что первые изменения в парке посетители смогут увидеть уже через месяц. Планируется, что на все восстановительные работы будет выделен не один десяток миллионов рублей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Поврежденную молнией башню Ахун откроют для туристов в следующем году. Смотровую башню закрыли в июне после того, как в нее ударила молния. Эксперты начали готовить объект культурного наследия к ремонту и реставрационным работам. По словам главного специалиста по историко-культурному наследию Сочинского нацпарка Николая Маркова, эти работы могут занять около восьми месяцев. Это при условии хорошей погоды. На первом этапе рабочие снимут облицовочный известковый камень, установят стяжки и укрепят основание. Трех выращенных в Сочи переднеазиатских леопардов выпустят в Северной Осетии. В дикую природу они попадут в конце весны и начале лета. Ученые планируют выпустить двух самцов и одну самку, когда они достигнут подходящего возраста. Перед выпуском хищники сдадут экзамены и покажут, что готовы к самостоятельной жизни. Самцы леопарда – не родственники самки, которую выпустили в Национальном парке Алания в Северной Осетии ранее, и молодой самке, вместе с которой они растут сейчас. От этого зависит генетическая устойчивость популяции в будущем. Сейчас в Сочинском центре восстановления леопарда выращивают пять детенышей. Котята леопарда родились в Сочи 5 июня. Им присвоены клички, соответствующие названиям «рек» – «Боксан», «Лабака», «Дор», «Агура» и «Аибга». Сочи сегодня стартовал фестиваль бейсджампинга. В этом году в нем принимают участие 50 спортсменов со всего мира. Бейсджампинг – это прыжки с парашютом с фиксированных объектов. В Сочи спортсмены прыгают со Скайбриджа – самого длинного пешеходного подвесного моста в России. Он расположен на высоте более 207 метров от земли. В этом году в Сочи приехали 50 опытных бейсджамперов из России, Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции. Среди них самый опытный бейсер в России – более 1300 прыжков, пилот вертолета, один из лучших акробатов России, военный ныряльщик и пилот параплана. С 10 по 13 октября будет совершено более 600 прыжков. Одним из главных событий фестиваля станет установка мирового рекорда в массовом бейс-прыжке с моста. Такой прыжок на профессиональном сленге называют «многовей». Золото и бронзу привезли в Сочи воспитанники 10-й спортшколы. В Краснодаре прошел всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров в памяти двукратного призера Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона России Бесика Кудухова. Этот турнир собрал лучших борцов России. Сочи представляли воспитанники 10-й спортшколы, члены юношеской сборной Краснодарского края. Самвелу Терзяну удалось стать сильнейшим в весовой категории 57 килограммов. Я недавно перешел в категорию «молодежная» и все соперники были сложные по себе. Кто-то был сильно выносливый, кто-то физически сильный, кто-то быстрый. Каждого соперника приходилось выкладываться, вырывать схватку. В финале получить два решающих балла Самвелу удалось буквально на последних секундах, за что судьи решили отметить бойца еще одной наградой – призом за волю к победе. Проигрывая три схватки с большим счетом, он умудрялся из ход поединка повернуть в свою сторону. Это отметил старший тренер сборной России по юниору Абдусалам Гадисов. Бороться до конца пришлось и Юрию Аракеляну. Он выступал в весовой категории 74 килограмма. Бронза ему досталась большим трудом. Я после операции реабилитировался, чуть в форму не вошел. Поэтому в первый день труднее, у меня схватки были. А во второй день уже разбором я вышел на ковер и показал чуть лучший результат. На результат работают все воспитанники 10-й спортшколы. 80% входят в состав сборной Краснодарского края. Я думаю, на следующий год, в 2020 году, у нас, ребята, есть 6-7 спортсменов наших борцов, которые могут попасть и юноши, и молодежь на оперенции Европы и мира. Кандидаты, перспектива очень хорошая. Уже в эти выходные спортсмены улетят в Тель-Авив на сборы, а после примут участие в первенстве России. Татьяна Говоркова, Олег Кононов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билая» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск